Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадим, и сегодня мы опять присоединимся к религиоведению. Я всё так же ещё про ислам не выпустил ролик, потому что... потому... слишком много надо всего проанализировать. Значит, смотрим. Философские течения. Дело в том, что сегодня мы поговорим о том, о составляющих религии. То есть, что религия может дать, и на чём это основано, и в общем-то, в какой религии больше чего она даёт. В общем, как-то так. Я просто никак по-другому сформулировать не могу. Нужно очень много думать над тем, как сформулировать те вещи, о которых я сейчас начну говорить. Значит, философские течения. Религии были основаны на философии. Я вообще считаю, и считаю, и в принципе, скорее всего, это так и есть, что первичное мышление философское. Чисто, то есть, мы используем целую мыслительный аппарат для того, чтобы что-то там представлять. Потом, собственно, на основе философии формировалось это религиозное мышление, и потом уже научное мышление. То есть, научное – это привязанное к окружающему миру, религиозное – это не привязанное к окружающему миру. Философское – это изначально основанное только на нашем разуме. Вот так вот. То есть, философия – это мысль, религия – это мысль, отвязанная от мира полностью, а наука – это привязанная к материальному. Значит, философские течения. Все философские течения издавна делились на материализм и идеализм. То есть, это вот два таких направления. Значит, материализм утверждает, что материя первична, она объективна, мир реален. Материалисты верят в рай на земле. Они допускают магию, их религиозные доктрины несут себе практическую пользу. Религии и примеры в них. То есть, да, как бы, типа, в бутизме считается, что мир нереален, но, как бы, там все-таки материализм есть, как это ни странно. Да. Так вот, зороастризм. Почитаются корова и собака, потому что собака помогает человеку пасти скота. Корова полезна. У человека есть практичная цель в мире – помочь доброму богу победить злого дьявола. То есть, мы, как бы, преследуем практичные цели, считаем, что мир реален. Типа, здесь вот война какая-то идет. Вот, как бы, есть у нас тут друзья, есть враги, мы используем науку, там все это поощряется и так далее. Значит, иудаизм. Ростовщичество разрешено самим богом, потому что выгодно. Бог приказывает истреблять народы, чтобы оправдать преступления древних евреев. Также богу нужны куски еврейских членов, и он запрещает есть свиней. Короче, яхве – это абстрактный кувшин для полезных и не очень советов по практической жизни на Ближнем Востоке. В общем-то, в иудаизме очень такие местечковые советы, которые вот именно когда создавался иудаизм, тогда они и были применимы. Сейчас, как бы, уже и без обрезания спокойно можно жить, и, как бы, и свиней можно есть, потому что раньше-то их выращивать было невыгодно. А сейчас-то уже вполне себе выращивают, там, Израиль вообще всех может снабдить едой. Весь мир будет, короче, снабжать скоро Израиль едой, потому что они, как бы, это, супермощные такие. Ну и, в общем-то, много практических советов, как и в зороастризме, в нем есть. Дальше, буддизм. Стремление к знаниям – практическая психология для избавления от стресса. То есть, как бы, казалось бы, буддизм – нематериалистическая религия. Вообще, как бы, мира не существует, все переменчиво, не оставляет там ничего после себя. Но сейчас, блин, бизнесмены тоже становятся буддистами, потому что они говорят, зачем мне имущество, если за него нужно платить налоги? Зачем мне то-то, зачем мне то-то? Если я могу просто пользоваться, там, арендовать что-то, там, то есть, и так далее, и тому подобное. При этом, в буддизме, помимо того, что практический совет не иметь лишнего имущества, есть также стремление к знаниям, что очень даже полезно. Практическая психология для избавления от стресса. То есть, медитация и все подобные вещи, они помогают успокоиться, помогают лучше обдумать свою жизнь, помогают, короче, чисто психологическая помощь. То есть, эта помощь как бы не материальная, но она может вылиться человеку, который, например, буддист, и он помедитировал, и человеку, который бомбит постоянно, типа меня, который, в общем-то, не контролирует свои чувства, эмоции. То есть, тот человек, который спокойный, он будет более эффективно работать, он не будет долбить себе мозг, он не будет, короче, таким вот, будет менее эффективным. То есть, буддизм имеет практическую пользу, как это ни странно, несмотря даже на свою нематериалистическую такую вот направленность самой философии. Значит, идеализм. Идеализм – это философское течение, которое говорит, разум и информация первичны, все субъективно, нельзя доказать, что мир реален. Идеалисты ищут мистическую составляющую в религии, то есть пытаются увидеть Бога в горящем кусте или постичь истину во время причастия. Вы видите, я уже указал, типа, где у нас идеализм, религии и примеры в них. Ну, в буддизме есть, в христианстве отчасти там немножечко есть. В общем-то, ну, я укажу вот такие необычные примеры. Даосизм – относительность и неописуемость дау. То есть, в даосизме, например, то, что это мистическая сила дау, от самого понимания которой ты получаешь мистический опыт. То есть, вот ты понимаешь, что вот все так сложилось, дау на моей стороне время действовать, все дела. Дальше, исламский суфизм кабала – это вот в авраамических религиях поиск тайных смыслов. То есть, тоже, когда ты там постигаешь какие-то тайны Торы, какие-то совпадения находишь, то ты можешь прозреть и там это сказать. Я вот новый пророк, я понял. Или там в суфизме ты гашиша накурился, короче, и тебе увидел, короче, Аллаха, трехногого осла, зеленого летающего цербера или чего-нибудь такое. Значит, индуизм. В индуизме вообще мистицизма очень много. В индуизме да все, от самого понятия Бога, то есть, само понятие Бога в индуизме уже может доставить, до его изображения и так далее. В индуизме много мистицизма, и это хорошо для тех, кто хотел бы упороться. То есть, как бы, искажение сознания – это, в принципе, фишка индуизма. И то есть, если хотите упорываться, советую вам, как бы, в Индию поехать, там, какой-нибудь хаомы попить, там, или чего-нибудь такого. Там, посмотреть на 60-ти руких богов с голубой кожей. Это прикольно, короче, было бы. Значит, и дальше, вот, дальше я решил выделить. Вот это вот практические вещи, которые были изначально в религии. Но потом в религию вторглась так называемая корыстность. Нечто такое, то, что мне не нравится, и то, что я решил выделить. Значит, корыстность – свойство заражения и порабощения умов. То есть, корыстность – это свойство, которое характеризуется заражением и порабощением умов. Вне зависимости от логичности и полезности самого учения, которое обладает этой корыстностью. Превращает религию в простой инструмент порабощения умов и отдачи им приказов. По моему мнению, именно корыстность определяет успешность учения. И самые популярные религии стали такими не потому, что от их соблюдения есть практическая польза, или в их учении есть глубокий философский смысл, а просто потому, что они захватили мозги своих последователей паразитическим образом. То есть, авраамические религии, такие как христианство и ислам, в частности, ну, иудаизм тоже был бы таким, если бы, собственно, он был интернациональным. Так вот, в том прикол, что они именно обладают корыстностью. То есть, они, скажем так, осквернены. И это осквернение привело как раз-таки к тому, к их успеху поражающему. Казалось бы, ну, так это хорошо должно быть. Ну, как бы, то есть, знаете, эволюция, эволюция не всегда, она самым приспособленным, как бы, дает больше возможностей для выживания, а не самым лучшим. Вот, понимаете, те, которые имеют материалистические, идеалистические, самые крутые обоснования религии, они, в общем-то, самые лучшие. То есть, это лучшие религии, которые обладают этим и этим. Но самые приспособленные, это те, которые обладают самой выраженной корыстностью. И получается, что вот эта вот корыстность перевешивает все, что здесь. И сейчас, как бы, в жизни у нас не только в религии такое. Это, в общем-то, такая вот фигня. И вот, давайте же посмотрим, что тут связано с корыстностью. Давайте разберемся, есть ли это авраамические религии. Дают ли авраамические религии мистицизм? То есть, давайте разберемся. Идеализм. То есть, есть ли идеализм в авраамических религиях, дают ли они какой-то мистицизм? В иудаизме нет практически мистицизма. Более того, евреи очень любят убивать тех, среди них, кто имел мистический опыт. То есть, тех, кто называет себя, например, пророками. То есть, тот, кто увидел что-то мистическое, там, какой-то каббалист или какой-то мессия, там. Они, в общем-то, его быстренько убивают. И не только они, кстати. С определенного момента сейчас или в психушку отправляют, а раньше их просто убивали, этих пророков. Казалось бы, а религию основали только те же пророки. То есть, вот, типа, тот пророк правильный, а этот неправильный, да? Вот так вот они считают. Ну, в принципе, их выбор, но тем не менее, вот, как вы видите, мистицизм они очень не поощряют. То есть, если кто-то имел мистический опыт, то его лучше скрывать. Значит, христианство. Нет мистицизма, хотя некие базовые задатки раньше были, это таинство и богослужение. При причастии вино должно превращаться в кровь Иисуса, а при пении должно ощущаться присутствие Бога. Но сейчас это все уже устарело и не действует. То есть, как бы, когда вы ходите в церковь, то вы там чувствуете присутствие Бога. Ну, может, кто-то и чувствует, если он, короче, в театре не был. А я вот, у меня была, короче, голова вот такая вот после церкви в детстве, когда я ходил туда. То есть, голова такая, как ватная и так далее. И мать типа говорила, о, это видишь, это ты там Бога услышал, что-то такое. А потом я пошел в театр, и у меня после театра или кино точно такая же голова становится ватная. И, в общем-то, такое же ощущение, как после посещения церкви. То есть, церковь – это театр, фактически, такой себе. И, конечно же, во время причастия никакой крови и плоти Христа я тоже не почувствовал. Так что, собственно, так как это не работает, то, следовательно, мистицизма на данный момент в христианстве уже нет. Потому что, собственно, нужно придумывать какие-то ритуалы, а как их обосновать, если, казалось бы, типа, все уже было в христианстве, то есть, все было в прошлом. Ну, есть всякие пятидесятники, есть всякие вот эти вот адвентисты. И вот у них какие-то свои ритуалы, и там вы можете еще попробовать что-нибудь словить. Но в традиционном христианстве нет. Значит, в исламе нет. У суннитов отрицается всякий мистицизм. А у шиитов способы удовлетворения, скорее, не мистические, а садомазохистические. То есть, у суннитов вообще нет никакого мистицизма, то есть, это тупо свод правил, и как бы все, и как бы все остальное ушел в суфизм. То есть, вы скажете, типа, а как же ж? Ну, появляются бока-харамиты всякие, исмаилиты, появляются шииты, то есть, шиитов нельзя истребить. Почему? Потому что, собственно, суннизм не дает никакого выхода для жажды мистицизма, для своих последователей. Вот такие вот дела. А вот у самих шиитов, у них, короче, там всякое извращение, всякое стремление там разбомбить евреев, там, не знаю, побить себя плетками, там это, ебать там детей и так далее. Ну, потому что, собственно, ислам такой, он. Привыкайте, короче. Так что, в принципе, как в таковом исламе нету мистицизма в приемлемом его виде. То есть, есть именно вот в суфизме. То есть, но суфизм, как бы, это, это все-таки отдельно. Не каждый в исламе имеет право получить свою долю мистического опыта. Дают ли авраамические религии материальную выгоду своим владельцам? Ну, нет, не владельцам, а последователям. Короче, здесь напишите, последователям. Значит, иудаизм. Иудаизм частично не есть свинину и делать обрезание в древности приносило практическую пользу. Но не сейчас. Расставщичество же атеистам тоже разрешено. Поэтому это не бонус евреям, а минус остальным религиям. То есть, по сути, типа, тоже иудаизм, он как христианство устарел именно. Но если христианство мистицизм потеряло, то иудаизм, материализм свой, практическую выгоду потерял. А мистицизм он тоже не имел. Поэтому сейчас иудаизм это фактически пустышка. То есть, нету ничего, что может делать иудей, но не может делать, как бы, обычный атеист. То есть, нету там каких-то полезных советов, которые вот обязательно, если ты будешь их соблюдать, то ты будешь иметь какое-то... Ну, то есть, полезных советов нету категорически. То есть, реально, сейчас уже обрезание, оно не дает каких-то бонусов, потому что медицина развита. Свинину, как бы, тоже еды полно, поэтому такие вот дела. Значит, ислам. Нет, он не культивирует полезных качеств. Он отнимает время на бесполезные молитвы, ограничивает творчество и жизненном выборе. То есть, например, в исламе там изображение, там сильное ограничение идет. И на изображение, и на музыку какую-то, и на многие вещи, короче. Ограничение, 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 еще раз ограничение. 76 заповедей в исламе, в отличие от христианства, где 10 заповедей. Или иудаизма, где вообще 7 заповедей. Ну, там, как бы, у 10 заповедей, но 3 из них в иудаизме касаются чисто евреев. Поэтому, собственно, так вот. Отнимает время на бесполезные молитвы, да. То есть, эти намазы, ну, типа, не обижайтесь, мусульмане, типа, вы же, типа, для вас это обязательно. Потому что цель, согласно исламу, существования людей, это в том, чтобы они молились Богу, да. То есть, Бог создал людей, чтобы они ему молились. Так почему он не придет и не скажет? Хотя, да, это какое-то у них абстрактное понятие, короче. Молитесь мне, молитесь мне, нет. Нифига. Он не культивирует полезных качеств, да. То есть, он аморален. Да, в исламе нет морали, в принципе. В отличие от того же христианства. То есть, как бы, Аллах, он не добрый и не злой. И как бы, он... Его надо бояться, а не любить. Да, вот так вот. Значит, так что практической пользы, по сути, нету. А наоборот, даже вред идет. Христианство. Частично. Мораль в религии и идея того, что нельзя победить зло-злом. То есть, вот это вот, типа, подставь вторую щелку, когда тебя бьют и так далее. Ну, это так себе говно. Ну, типа, идея сама неплохая, что, типа, злом-зло от того, что убьешь убийцу, количество убийц не изменится и так далее, и так далее. То есть, это позволяет круг насилия разорвать. Но другое дело, что, как бы, это нужно делать как-то хитро. Как-то нужно все это было более подробно растолковать. Но эта идея в христианстве, это одна из первых, типа, таких вот, письменных источников, где эта идея, собственно, дается. Мораль в религии и идея того, что нельзя победить зло-злом, очень прогрессивна, но ее никто не понимал и не использовал. Кроме же этого, в христианстве нет ничего конкретно полезного. Эта религия нейтральна к местным культурам. То есть, поэтому нельзя считать, что, как бы, христианство дает материальную выгоду в виде морали и всех бонусов, которые дает мораль, собственно, отсутствие войн. Вот, например, сейчас. Почему мы так хорошо живем? Потому что мы, короче, не убиваем друг друга, мы, короче, развиваем технологии вообще. То есть, мы такие вот мирные и честные друг с другом. То есть, это позволяет экономить на охранниках, на всяких полисменах, позволяет экономить на армии, то есть, на спонсировании ее и так далее. Но это, как бы, христианство, где же в средние века, в темные века, где же было это христианство с его замечательными идеями? Вот в чем вопрос. То есть, вопрос в том, что в Библии это дано так, эта идея, что ее пришлось, короче, доводить до ума тысячу лет, или даже вот почти две тысячи лет. Прошло и только тогда, то есть, какие-то уже философы довели ее до ума. А в том виде, в котором она присутствует в Библии, она, в общем-то, неприменима в жизни, и ее, собственно, никто и не соблюдал. И, как бы, есть много других замечательных правил в христианстве, и всякая жестокость, и варварство, которые христиане считали более важными, чем вот эта вот фигня. Так что, как бы, христианство тоже не дает материальную выгоду тем, кто ему следует. Вывод. Их единственная функция – это заражение разумом и порабощение зараженных индивидуумом. Дальше, давайте посмотрим, где искать, где искать какие-либо из этих параметров. Ну, это мы немножко повторение идет, но давайте повторим. Значит, где больше всего, если вы хотите упороться, если вы хотите, короче, прозреть, если вы хотите увидеть Яхвета или какого-нибудь еще духа. То есть, где вам искать мистицизм? В буддизме, например, получение мистического опыта через медитацию и нирвану. То есть, через нирвану реально и вообще через медитацию в каком-то тихом, закрытом пространстве можно получать, короче, всякие видения и всякий сверхъестественный опыт, мистические опыты и так далее. И буддисты это вполне себе практикуют, поэтому это вот, вы там можете это получить. Масонство. Собственно, получение мистического опыта, как тебе хочется. То есть, в масонстве нет конкретного обряда, но вы можете придумать свой, и как бы друзей собрать, и как бы там верить в свой абсолют. И это, то есть, там есть мистицизм. Тем более, там такие ритуалы посвящения, говорят, очень такие страшные, что там тебя могут под опасностью смерти, ты не выдашь, ты масон, ты тайный такой. Весь. Значит, индуизм. Через ритуалы, йогу, секс, танцы и употребление веществ. В индуизме там вообще мистицизм, а да хренище. То есть, упарывайся сколько хочешь, поэтому. Типа, ритуалы. И вот перечисляются, какие ритуалы. Йога. Например, можешь там медитировать, опять же. То есть, в буддизме, кстати, медитация вот из индуизма пошла, потому что буддизм, он типа вышел из индуизма. Секс, есть ритуальные сексы всякие, да. Но, правда, удовольствия там, говорят, меньше, чем в обычном сексе, потому что, собственно, женщина этим занимается как станок, так скажем. Ей-то ритуал, она бога хочет, а не того, кто ее ебет. В общем, все дела. Танцы. То есть, да, всякие ритуальные танцы, там, вот эти вот благовония, там, рисунки и так далее. Употребление веществ, там, хаомы, всякой гашиша и другого дерьма. Шаманизм. Через комлание. Да, кушай мухоморы или кури их, смотри на какие-то странные вещи и, короче, общайся с духами. Тоже есть много мистицизма. Суфизм. То есть, это вот исламский мистицизм такой себе, ну, частично исламский, потому что, типа, он неофициальный. Просто нужно же куда-то всем этим наркоманам податься. Вот они и подаются в Суфии. Употребление веществ и экзотические ритуалы. То есть, у них там очень экзотические ритуалы были и сейчас продолжают быть. То есть, всякие необычные, собственно, суфии занимаются всякими необычными вещами, которыми другие люди не занимаются. Просто потому что так они пытаются познать Аллаха, что-то такое. И, конечно же, вы можете придумать свой способ достижения мистицизма. Ну, вот в масонстве каждый создает свой, короче, ритуал. Вот и вы можете создать свой ритуал какой-нибудь. Или свое учение. Практическую пользу. В каких религиях мы можем найти практическую пользу? Опять же, буддизм, например. Психологический самоанализ, снятие стресса, учение о причинности тяга к знаниям. То есть, знания. Знания сами по себе полезны. Религия, которая говорит, ты можешь спастись через знания, это, блин, коммунизм нафиг. Это, блин, короче, это. Позволяет быть умнее всему народу. Ну, блин, это польза очевидна практическая. Если тебе говорит религия, что надо учиться, а не как в христианстве. В христианстве, наоборот, тебе говорят, будь глупым, покорным и так далее. Учение о причинности. То есть, у всего есть своя причина. Причины и следствия, они формируют наш мир, их сеть. И, следовательно, как бы мы можем все просчитать. Ну, это не совсем так. Сейчас уже теория вероятности, релятивистская теория доминирует. Но, тем не менее, на нашем макроуровне все же причинность является таким одним из самых влиятельных законов природы. Поэтому, собственно, это вот основы науки, основы логики тоже в буддизме даются. Что, естественно, круто. То есть, это позволяет людям быть более-менее адекватными, которые буддисты. Снятие стресса и психологический самоанализ. То есть, психологический самоанализ – это вот, когда ты там размышляешь, там, философствуешь, это тоже поощряется. Снятие стресса – это вот через как раз медитацию, успокоение, там, отказ от желаний, там, от чего-то еще. То есть, это, в принципе, может быть психологически полезно, а, следовательно, и практически полезно. Зороастризм. Консолидация общества, культивация морали. Да, именно я считаю, что зороастризм – это одна из вещей, которая создала, в принципе, мораль у нас, у людей. То есть, и в христианство, собственно, мораль, она уже, как бы, зороастризм, она, скажем так, завоевала Римскую империю. И, как бы, была только проблема, что, как бы, боги неморальные, богов мы раньше давно уже изобретали, цари неморальные, вот эти вот императоры римские, все неморальные. А нам нужно, короче, религию сделать моральной, чтобы еще, типа, переделать наше общество. Ну и, собственно, это была причина, то есть, но мораль сама уже присутствовала, то есть, христианство не создало ее с нуля, оно взяло уже с окружающего пространства. В то время, как в окружающее пространство мораль пришла из зороастризма и, собственно, из Ирана всякого. Так вот, консолидация общества, консолидация общества против зла, против, там, вот этого вот Римана и так далее. Это, как бы, кто против нас, тот и зло, с одной стороны, это недостаток большой зороастризма, то, что, типа, вот, зло плохое. И оно всегда против нас, и, как бы, кого мы назовем злом, тот и будет злом, это проблема. С другой стороны, как бы, добро все же, оно должно быть добрым, то есть, это благая, благая вера, то есть, благие мысли, благие деяния, благие слова. То есть, три принципа зороастрических. И это, как бы, говорит о том, что, как минимум, если этих людей обманывают, то хотя бы они между собой не будут гадить друг другу. В то время, как в христианстве, например, этого нету. Гадить христиан христианину может вполне себе. Ну, хотя, смотря как веришь, то есть, если, там, взять ту же заповедь, там, возлюби ближнего своего, то, может быть, это и было бы круто. Но, понимаете, когда основа твоей веры мораль, то это гораздо круче, чем действует, чем когда это одна из семи заповедей, одна из десяти заповедей, которую можно на которую забить. Значит, синтоизм, охрана окружающей среды, социализация и успокоение последователей. То есть, в синтоизме, то есть, там, типа, природу обожествляем, ну, так скажем, частично. То есть, камень там эти духи живут. И, то есть, таким образом, мы должны охранять окружающую среду, сохранять природу, для того, чтобы камень нас любили. И, то есть, не мешали нам, и не гадили как-то. Что, как бы, круто, потому что окружающая среда, без нее нам будет трудно жить. Социализация и успокоение последователей. То есть, мы, как бы, часть природы, мы органично в нее вписываемся. Опять же, каждый человек, это такой себе камень. Он может после смерти воплотиться в мощного духа, поэтому обижать людей плохо. Если ты будешь обижать людей, там, то они после смерти придут и будут, короче, тебе докучать, например, если они раньше умрут. И это может как-то повлиять, в принципе, на людей. Видизм. Не индуизм, а лишь его часть. То есть, как бы, индуизм, он такой себе, там много чего есть, там все фактически есть. Там все смешано, все вместе, все в религию запихнуто, и все. Так вот, видизм, это именно вот эти вот правила, это вот конкретно практическая часть индуизма. Культивация морали, развитие креативности. То есть, там есть, как бы, мораль тоже отчасти такая вот, специфическая, конечно, мораль. Там надолго и частично основано, что, типа, там, враг, он как бы враг, все равно. Его нужно все равно убивать, каким бы хорошим он ни был. Например, там такое есть. Ну, хотя, как бы, может, это имеет логическое зерно, но там нужно еще над этим философски помыслить. Развитие креативности. Да, вот, именно видизм, он очень хорошо развивает креативность. Именно поэтому у индусов столько воплощений бога. То есть, у них один бог на три аспекта разделяется, а потом эти два из этих аспектов разделяются еще на бесконечное количество аспектов мужского, женского пола. Там, на слоников, на тигров, на, короче, этих, купидонов, короче, на страусах бегающих и так далее. На летающие тарелки. В общем, дальше креативность. Креативность – это круто. Такая кастрированная мораль и креативность. Вот, что дает нам ведическая часть индуизма. Сатанизм. Сатанизм, да, дает практическую пользу. Через эгоизм и повышение самооценки. То есть, если у вас слабая самооценка, то сатанизм мог бы вам помочь, скажем так, повысить ее. Но, к сожалению, как бы, или к счастью, не знаю, сатанистами становятся наоборот. ЧСВшные пидоры, которые совершенно паразитический образ жизни хотят вести. И, собственно, поэтому их и привлекает сатанизм. То есть, сатанистами должны были бы становиться какие-то священники. То есть, какие-то совершенно альтруистичные люди, которые, как говорят, вот эта вот тряпка или кто-то там такой вот. Вот он блаженный, например. Вот блаженный сатанист, если бы стал, то ему бы это помогло. Он бы стал, скажем так, сбалансированной цельной личностью. То есть, ему бы жизнь гораздо лучше стала. Но он никогда не станет, потому что ему это отвратительно. Он потому-то и такой блаженный, что у него отсутствует этот сатанизм. А те, кто становятся сатанистами, они и так сатанисты по жизни. Чего им там религия, а не религия? Они и безрелигии сатанисты. То есть, и эгоизм, конечно же. То есть, поэтому звезды всякие сатанистами любят становиться и так далее. То есть, тупо ЧСВшные пидоры. Только в альтруистичных обществах это дает практическую пользу. То есть, если бы все стали сатанистами, то они сразу бы перестали быть сатанистами. Потому что, собственно, все бы друг другу гадили. И в итоге, как бы, вымерли просто. И все. Поэтому, собственно, сатанизм, ему место, скажем так, на обочине. И если вы слышите, о, сатанист, сразу же насторожитесь. Он может вас наебать как-то. Он может, короче... У него доминантность развита. Он, короче, хочет быть дармоедом и так далее и тому подобное. Да, я не спорю. Такой путь может быть. Он может быть выгоден. Но я... Нет, нет, спасибо. Я не сатанист. Вот такие вот дела. Или придумать свое. То есть, можете придумать свое любое учение, которое будет полезным. Собственно, например, там, вегетарианство. Вот, растафарианство. Вот, курить коноплю. Это полезное учение, чем во мне. И, то есть, это тоже можно записать сюда. То есть, курить коноплю полезно, как бы, для психики, если в умеренных количествах. И, в принципе, для счастья. Так что, все это хорошо. Значит, дальше. Корыстность. Наша любимая корыстность, которая и обуславливает, собственно, эффективность распространения религии. Индуизм. В индуизме есть и корыстность тоже. Я не знаю, была ли она там изначально, или же она была добавлена, например, когда ислам Индию завоевывал, или же когда христиане потом, позже, в колониальный период завоевали. Значит, индуизм. Кастовая система запрет на выход из религии. Значит, в индуизме корыстность кастовая система. То есть, это, в принципе, оно как бы вроде бы внутри, но, в принципе, то есть, если кто-то извне приходит в этот индуизм, то, скорее всего, он будет, типа, в самой низшей касте. Ну, так, по крайней мере, было, когда индусы кого-то завоевывали, ну, они, конечно, редко это делали. Ну, в общем-то, всех сгребали в низшую касту. И потом из этой низшей касты очень трудно было, как бы, практически невозможно было подняться. То есть, можно подняться из низшей касты в более высокую только каким-то обманом. Например, там, в тайне трахнуть какую-то женщину из более высокой касты. И таким образом, если они узнают, что ребенок был от чувака из низшей касты, то он, как бы, будет равен и так далее. Запрет на выход из религии. То есть, опять же, не знаю, как сейчас, но раньше, то есть, там, типа, если в ислам обращали эти чуваки насильно, допустим, в ислам индуиста, то потом, когда индусы опять отвоевывали эту территорию, они убивали всех обращенных в ислам. Потому что, типа, они предатели, они, там, все это будут в демонических вселенных, там, после смерти перерождаться. Поэтому, к ним, к сожалению, нет и все дела. То есть, плюс, опять же, всякие бонусы для индусов, собственно, карма, там, вечная жизнь и так далее. Все это идет. Но это мы не считаем, потому что, как бы, это уже в саму религию, то есть, это часть учения. Я не считаю это корыстностью. Но вот кастовая система, это реально штука, которая гадит всем, кто, как бы, недостаточно индусонаправленный, недостаточно верующий. Значит, ислам, джихад против иноверцев, контроль над личной жизнью, сексизм по отношению к женщинам, запугивание последователей, стирание морали, так как Аллах, это и Бог, и дьявол. То есть, как бы, в исламе нету дьявола никакого, там есть просто Аллах. Поэтому, как бы, да, дьявол, типа, он слабый в христианстве, типа, он слабее Бога, и он, как бы, типа, такой себе наказанный чувак, который сам, там, надсмотрщик в тюрьме. Но в исламе вообще, как бы, Аллах, он и Бог, и дьявол. Вот скажите, у нас есть бочка, бочка, допустим, наполовину наполненная медом, а наполовину говном. Скажите, вы хотите пить из такой бочки? Вот Аллах, это бочка, в которой и говно, и мед смешаны. И, как бы, вы хотите молиться такой бочке? Я лично не хочу. Поэтому я, собственно, ислам не так люблю. И, в общем-то, как вы видите, корыстности тут очень-очень много. То есть, джихад против иноверцев. Не хочешь, чтобы тебя убивали, принимай ислам, контроль над личной жизнью. Чтобы ты не думал, ты должен молиться три раза по пять раз на день. И, короче, вообще, то есть, задача, в принципе, чувака молиться и поменьше думать. Сексизм по отношению к женщинам. То есть, использование их как, опять же, способ заманить в ислам и всяческих других, в общем-то, вещей. Запугивание последователей. То есть, опять же, вот эти вот исламские проповедники говорят, вы должны помнить, что Бог, Аллах, типа, он, прежде всего, его нужно бояться. То есть, страх – это то, что в первую очередь, а во вторую очередь какая-то любовь. Любовь – это не в исламе. Пожалуйста, идите в... Нет, они не говорят, идите в христианство. Никакой исламский проповедник не скажет, идите в христианство. Там, наоборот, запрещено тебя, наоборот, в древности бы яйки тебе отрезали или там еще какую-то гадость сделали, если бы ты вышел из ислама. Сейчас вроде бы не так, но тем не менее. Дальше. Христианство. Через жертвенность, покорность, присвоение морали. Жертвенность. То есть, как бы, христиане чем... Убили одного христианина, все их христиане встали и, короче, говорят, вы убили нашего, будете еще так делать, мы вас, типа, поубиваем, и вообще мы не приемлем такой херни. Ну, они сразу же, возможно, и не пойдут воевать, но тем не менее. Все-таки там написано, что в Библии, что нужно давать шанс, нужно прощать и все дела. Ну, в общем-то, это все чисто христианская фигня. Исламистам пофиг. Ну, убили нашего, подумаешь, типа, мы убьем их сотню. Но не потому, что, типа, нам жалко нашего. Он там у Аллаха где-то. А мы, короче, убьем, потому что они иноверцы, а не потому что мстим. Значит, дальше, покорность, власть от Бога, там, и так далее, вот это вот все в христианстве очень характерно. В исламе, как это ни странно, такого нет. Там считается, там, что, типа, Аллах сам вмешивается во власти вообще, то есть, у них вся коммуна, умма называется, исламская. Поэтому такие вот дела. А в христианстве именно вот имперская такая покорность мерзкая, из-за которой, собственно, христианство любят всякие правители. Присвоение морали. Именно присвоение морали – это користность. То есть, христианство взяло готовую мораль и, как бы, воспользовалось тем, что, как бы, в прошлых религиях не было этой морали. То есть, там, Бог... Ну, давайте, почитаем то, что я здесь про это написал. Интеграция морали в религии – это и есть революционное внедрение христианства. Зевс спокойно убивал и насиловал. Да, почитайте о том, какие истории о Зевсе и так далее. То есть, это вполне себе нормально. Он, там, убивал, насиловал все, что хотел, делал. Потому что он, типа, Верховный Бог сидел, а, ему можно. И никто против этого не протестовал. И только потом, как бы, что-то изменилось. И только, когда это изменилось, решили, вот, сменить религии. И никто его за это не упрекал. То есть, он убивал, насиловал, и никто его за это не упрекал. Но сама мораль была и до христианства. То есть, она, как бы, появилась, она не была изначально, но она появилась до христианства. Но христианство ее просто приватизировало. То есть, сказала, вот, это, нет, то, что там у вас мораль уже была, это фигня. На самом деле, вот Иисус вам дал мораль в действительности. И в будущем распространила на всяких индейцев, не все, из которых они и знали. Вот это вот положительная роль, в принципе, этой корыстности присвоения. В том плане, что все-таки мораль распространилась через христианство, там, на каких-то индейцев, которые, там, в Америке, там, своих детей в жертву приносили. Хотя, попутно, при помощи болезней и геноцида, там, было истреблено куча местных, опять же, которые, возможно, не приносили в жертву этих детей. Но, тем не менее, все же мораль туда была принесена, и там не везде она была. Так, так что, вот так вот, присвоение морали – это все же корыстность. То есть, иудаизм. Убийство пророков, запугивание могуществом Яхлы, прощение грехов петухом. То есть, кручением, там, петуха, чего-то подобного. То есть, корыстный иудаизм. Это то, что помогает именно религии. То есть, если ты в иудаизме убиваешь пророков, то, следовательно, твое учение сохраняется в первозданном виде. Запугивание могуществом Яхлы. То есть, типа, что, опять же, это как у индусов. То есть, что ты не можешь выйти, там, из иудаизма. Каждый еврей должен быть иудеем, и так далее. Прощение грехов, там, петухом. То есть, как бы, в иудаизме допускается, что могут и другие, как бы, попасть в рай яхвистский. Если будут там семь заповедей соблюдать. Но проблема в том, что... Запугиванием могуществом. Но дело в том, что, как бы, перед Яхвой, если ты ему не поклоняешься, то у тебя нет возможности, как бы, как-то, скажем так, взятку дать Богу. То есть, покрутить петуха там, принести его в жертву, и таким образом получить прощение грехов. То есть, это, знаете, как причастие у христиан, там, и исповедование. Кстати, в этом плане христианство попродвинутее будет. Но вот у иудеев именно вот так вот. Корыстность чаще встречается в старых больших религиях. В современном же мире секты, обладающие корыстностью, называются тоталитарными или же деструктивными. То есть, как это ни странно, то же самое, что в древности. То есть, сейчас, если появится что-то вроде христианства, ну, на уровне христианства или на уровне, там, ислама, то это мы объявим террористической организацией, там, радикальной сектой, там, знаете, Яум Сюнь Рекео какое-то, там, и так далее. Вот эти вот чуваки, которые, там, теракты устраивают всякие. Или же, там, убивают или себя, или всех остальных убивают. Вот это вот на уровне ислама и христианства в ранние годы их основания. Сейчас, конечно, смягчилось, но, тем не менее, на уровне доктрин все это сохраняется. То есть, эта корыстность в них присутствует. Или же, там, наебалова. То есть, секта наебалова, которая перекачивает бабки ее лидеру. То же самое. В современном же мире секты, обладающие корыстностью, называются тоталитарными или же деструктивными. В общем, опасными для своих членов. То есть, опасные. В остальном же корыстность – это когда тебя обманывают, когда лишают выбора религии, пытаются дать преимущество членам секты не сверхъестественные, а вполне земные преимущества. Самой корыстной религией я считаю ислам. Его принцип – дать максимальное преимущество мусульманам и максимально навредить и любыми методами затянуть себя членов других религий. Самой некорыстной религии я не могу таких назвать. То есть, самых некорыстных религий, потому что много. Так как многие религии вообще не имеют корыстности. То есть, вот именно вот эти вот самые распространенные сейчас – это самые корыстные религии. То есть, там нету чего-то нормального, там именно вот это вот паразитирование на мозге. Без какой-либо начинки. Вот как я считаю. А в остальном, в принципе, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если видите в этом рациональное зерно. Всем до свидания.